Скандал в Пролетарском районе Донецка. Местные жители вышли на пикет против строительства торговых павильонов. Их возводят внутри трамвайного кольца. Люди опасаются за свои жизни. В конфликтной ситуации разбирался Сергей Зленко. Рынок пустует. Пройти вон рядов столько, что вообще... Кому оно здесь надо? Жители Пролетарского района вышли на пикет. Люди жалуются на неудобства. Внутри трамвайного кольца кипит стройка. Рабочие возводят новые торговые павильоны, хотя по соседству уже есть рынок. Оксана говорит из-за строительства, переходить дорогу стало опасно. Здесь по технике безопасности два кольца трамвайных. Два. Здесь 15 маршрутов ходят. Плюс дорога проезжая. Здесь перейти с коляской, с ребенком. А если больному человеку, это просто как по минному полю. Опасения пешеходов разделяет и водитель трамвая Татьяна. Трамвай у нас с той стороны, с этой стороны. И вот, пожалуйста. Неудобно. Вообще не устраивает. Здесь рынок мешает, мне кажется. Строители торговых павильонов заверяют. Неудобства временные. И об этом людей предупредили. А пикет организовали конкуренты. Говорят, нет согласования с ГАИ. Как нет? Приехала ГАИ и сказала, повесьте знаки. Знаки висят? Покажите знаки. Покажите? Покажите. С этой стороны, с той стороны. Просто нужно чуть-чуть подождать, например, людям. Дождаться, чего будет. Посмотреть. Вот если будет здесь реально бардак, пусть выходят, кричат, митингуют, призывают к ответу тех, кто это разрешил. А если это будет реально порядок, за что? За что кричать? За что? За то, что ей будет два человека на базаре минус. К новым торговым точкам прибыл проверяющий из госинспекции архитектурно-строительного контроля. Александр Прохоров зафиксировал на фотоаппарат два момента. Во-первых, близость к трамвайным путям. А во-вторых, договор аренды земли предусматривал установку временных ларьков. В то время как фундаменты строений уже залили бетоном. На сегодняшний день вызывают вопросы, насколько правомерно будет здесь размещаться. И уже на сегодняшний день размещаются данные объекты и какое основание они могут здесь размещаться в такой близи к трамвайным путям. Договор аренды земельного участка, который дает им разрешение размещать здесь объекты некапитальные. Разобраться в ситуации поручил подчиненным и мэр Донецка Александр Лукьянченко против нового рынка внутри трамвайного кольца. Я сказал, чтобы в соответствии с действующим законодательством по охране труда и то, что на трамвайном кольце или внутри трамвайного кольца не должно быть торговли, это однозначно. Собственнику торговых павильонов грозит штраф, а если откажется платить, инспекции архитектурно-строительного контроля обратиться в прокуратуру и в суд.